30-летие установления дипломатических отношений, и сегодня мы подпишем декларацию о союзническом взаимодействии. Это совершенно очевидно новый этап в развитии наших отношений. И, безусловно, стало это возможным в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении вопроса карабахского урегулирования. Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни ещё возникают, всё-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Мы об этом, конечно, подробно поговорим сегодня. Но в любом случае уже есть определённые договорённости с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокирования транспортных коммуникаций. Я знаю, что есть ещё споры, есть над чем работать, но мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы этот процесс шёл мирными средствами, развивался мирным путём, и чтобы мы добивались безусловно удовлетворения всех сторон вовлечённых в этот процесс. Кстати говоря, и Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан и Армения, заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи. Что касается торгово-экономических связей, то они развиваются поступательно, несмотря на пандемию, у нас в прошлом году товарооборот вырос на 16 с лишним процентов, и это очень хорошее показатель. Мы благодарны вам за то, что вы поддерживаете наше взаимодействие, у нас планы очень серьёзные в этом отношении, наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, и это создаёт хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперёд. Благодарны вам и за решения чувствительных для нас, и на мой взгляд, очень важных и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку в развитии русского языка в 300 школах Азербайджана. Я знаю, что русский активно изучается, пользуется популярностью, а мы, разумеется, всячески будем это поддерживать и в будущем. Региональные связи развиваются достаточно эффективно. Ну и, конечно, я вас воспользуюсь случаем, вашим визитом, для того, чтобы проинформировать вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю. В имперских же границах это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, возникшими, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, которые являются, скажем, Нагорно-Карабахского регулирования, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлечённых в этот процесс государств и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. Ну, к сожалению, так у нас после государственного переворота на Украине, такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть, именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал. Я вот только что перед Вашим визитом сегодня разговаривал с президентом Казахстана. Думаю, это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, но всячески укрепляет его. Казахстанский пример говорит тоже и подтверждает именно такую нашу политику. Мы, как Вы знаете, по просьбе казахстанского руководства поддержали в рамках ОДКБ Казахстан в связи с внешней агрессией международного терроризма. И как только эта проблема ушла по просьбе руководства Казахстана, мы все свои вооружённые силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которые, безусловно, идут на пользу как России, так и Казахстану, и укрепляют суверенитет Казахстана. Мы так и намерены действовать дальше в отношении всех наших соседей. Повторяю, с Украиной другая ситуация, и связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом. Но у нас будет возможность сейчас более подробно обо всём поговорить. Я вас проинформирую о деталях. В любом случае, я хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. В зоне турбулентности, которая нарастает. Традиционные политические действия уступают популизму. Я одно время возглавляла Центр международных исследований. Я прекрасно осведомлена о ценностях Европы. Я удивлена, что в современных процессах Европа допускает такие кровавые двойные стандарты. Я действительно призываю следовать нашим ценностям в Армении, Азербайджан и Турции, которые совершали преступления против гуманности силами террористов. Не получили наказание. Никаких европейских санкций против них не последовало. Сегодня Армения сталкивается со сложной ситуацией. Мы также заражены популизмом. Но это... Продолжение следует...